7251 рубль. Едва ли такую пенсию ожидал Анатолий Апанович после 20 лет работы шлифовщиком на Барнаульском радиозаводе. По факту он там работал с 1974 года, под 1994. Но по документам Анатолий там никогда не числился. В 2016 предприятие сгорело. Вместе с ним вся информация о бывших сотрудниках. Копии не нашлось и в городских архивах. Поэтому подтвердить свой средний заработок оказалось не так-то просто. Не по моей вине я предоставить не могу. Все архивы прошли. Все и налоговые, все и Министерство обороны, как это самое, везде ответы идут, что ваш завод данных таких нам в архивы не передавал. Обойдя все инстанции, Анатолий обратился к уполномоченному по правам человека. Здесь посоветовали. Подтвердить средний заработок можно с помощью косвенных данных. Например, показаний свидетелей, коллег. Но ни в пенсионном фонде, ни в суде это не сочли доказательством. Заработок все-таки носит индивидуальный характер и зависит от нескольких параметров. Такие как оклад, проработанное время, больничные листы, квалификация и так далее. Поэтому свидетелями не подтверждается. Возможность разрешить несправедливость все же есть. Обычно в таких ситуациях сумму дохода проверяют через налоговые отчисления. Но архив местной ФНС был создан позже основания завода. Об определенный промежуток времени заработная плата начислялась на сберегательную книжку. У нас по ходатайству стороны ИСА и СУ самостоятельно у нас направил судебный запрос в отделение банка. Если у нас в ответ на судебный запрос будет представлено подтверждение относительно поступления заработной платы, то это будет являться основанием для удовлетворения исков. Об исходе дела Алексея Апановича можно пока только догадываться. Окончательное решение будет известно только 6 мая. Тогда проведут повторное слушание. А до тех пор пенсионер продолжает надеяться на достойную пенсию за честный труд. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...